Подзаголовок. Почему царствование было позволено? Социальная и политическая действительность зачастую делает необходимым облекать властью царя или другого правителя, хотя в идеале Тора рекомендует обходиться без этого. 2. Разрешение назначать царя может быть отнесено к тем заповедям, которые наши учителя описывают следующим образом. 3. Писание делает здесь уступку дурным наклонностям человека. Кедушин, 21 бет. 4. Абербанель сравнивает эту уступку с позволением брать в жены пленных женщин, описанным во второзаконии 21.10.11, также представляющим собой уступку слабости человеческой натуры. 5. Часто назначение царя бывает вызвано практической необходимостью, стремлением оградить общество от опасностей, как внутренних, так и внешних. 6. Три заповеди стали обязательными для детей израилевых, как только они вошли в землю свою. 7. Назначить царя, уничтожить Амалека, врага. 8. И построить храм. Санедрин, 20 бет. 8. Царь назначался для того, чтобы бороться с внешними врагами и укреплять внутреннюю духовную сплоченность. 9. До того, как был назначен первый царь, в народе господствовала анархия. 9. В те дни не было царя в Израиле. Каждый делал то, что ему нравилось, без всяких ограничений. 10. Книга судей, 17.6. По этой причине и по причине нашествия филистимлян народ потребовал царя. 10. Маймонит дает следующее точное определение роли царя. 11. И во всем действия его должны быть во имя неба. 11. Цель его – возвысить истинную веру и наполнять мир праведностью, сломить руку злодейства и вести войны Господа. 12. Ведь его увенчали короной как раз для того, чтобы он устанавливал справедливость и вел за собой войско в битвах. 12. Ибо сказано «Пусть наш царь судит нас и выходит впереди нас и ведет войны наши». 13. Книга Шмуэля, 8.20. Гилхот Малахин, 4.10. 14. Таким образом, монархия была разрешена не для того, чтобы создавались символы национальной славы или возникали империи. 15. Ожидалось, что царь выполнит ту или иную конкретную задачу – предназначение. 16. Шауль был сделан царем для того, чтобы отразить нападение филистимлен. 16. Задачей Давида было объединить слабо связанные между собой колено в самостоятельную нацию и завершить покорение Святой Земли. 17. Миссия Соломона заключалась в построении храма. 17. Другим царям припоручалось очистить страну от поклонения идолам. 18. Многим царям не удалось выполнить свое предназначение, как и Яровааму, сыну Невата. 18. Первая книга царей. Главы 12.13. 18. Главы 12.13. 18. Многим царей. Главы 12.13. Продолжение следует...